Картины на стенах здесь нужны не только для интерьера, но и для того, чтобы закрыть дыры. Здание детской городской поликлиники номер 5 на площади Горького трещит по швам. В здании 1959 года постройки аварийная ситуация началась в 2013 году. Тогда помещение признали ограниченно пригодным к эксплуатации. Однако процесс разрушения это не остановило. Результаты повторной экспертизы показали. Здание непригодно для посещения пациентов и медперсонала. Доступ на территорию следует ограничить. Поэтому сейчас прорабатывается вопрос маршрутизации пациентов и сотрудников на Пушкарево 54 и Артема 12. И основной акцент делается на то, чтобы ни в коем случае не снизить доступность и качество оказания медицинской помощи. На Пушкарево 54 располагается поликлиника номер 7. Сюда детишки, прикрепленные за пятой поликлиникой, ходили и раньше на прием к узкому специалисту или на обследование. Сейчас в медучреждении заканчивается ремонт. К 12 июня, как уверяют подрядчики, юных пациентов начнут принимать с комфортом. На Артема 12 в здании дневного стационара пятой поликлиники, как и раньше, свою работу без перебоя продолжат выполнять три участковых педиатра. В 2003 году в моем кабинете произошел как раз обвал потолка. Я чисто по случайности, меня просто и осталась как бы жива. Потому что с тех пор было частичное, как бы не соответствует аварийное состояние. Но вот 6 лет мы прожили, все к этому все равно шло. Потому что хоть мы и поддерживали вот это все внутреннее, поддерживали все, вы видите, поликлинику. Стараясь подделать стандарт детских поликлиник. Открашивали, клеили бабочки, цветочки. Судьбу специалистов, долгие годы проработавших медучреждений на площади Горького, да и самого здания, решали на встрече с министром здравоохранения Ульяновской области и представителями власти. Первое, нельзя допустить угрозу жизни здоровых детей. Второе, никаких сокращений, оптимизаций ни в коем случае речи не идет. Не дай бог, как кто-то задаст вопрос, что якобы здесь хотят что-то построить, это не суразится. Никакого дома, ничего здесь, чтобы даже кто-то... Будут говорить, что поликлинику хотят снести дом, построить. Вот это вот вы прямо увидите завтра. Нужно говорить, это не правда. Что касается здания поликлиники, то здесь есть сразу несколько решений. Вопрос, чтобы оказывать эту помощь в последующем, опять-то на той же территории, где все люди привыкли. То есть для этого нужно будет либо серьезно ремонтировать аварийные здания поликлиники, либо каким-то образом изыскивать возможность строительства или занять, может быть, нам под эти цели новые помещения. Правда, каким путем пойдут, еще неизвестно. Сегодня в поликлинике наблюдается 6300 детей. На прием приезжают в том числе из Дачного и Новосельдинского поселков. Исходя из этого, на встрече приняли решение продлить маршрут автобуса номер 27 до поликлиники на Пушкарева. Рената Леулова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.